Здравствуйте! В эфире наши новости в студии Ангелина Губайдулина. Сегодня в выпуске. Заседание Думы Березовского района шестого созыва прошло в администрации районного муниципалитета. В очередной раз игримчане стали зрителями музыкального фестиваля местных талантов «Шансон на полуострове Игрим». Второй год подряд команда футбольного клуба «Чкаловский» из Екатеринбурга становится победителем престижного турнира по мини-футболу среди детских команд имени Владимира Мальцева. Об этом и многом другом смотрите в нашем выпуске новостей. В администрации муниципалитета прошло пятое очередное заседание Думы Березовского района шестого созыва. Среди основных вопросов, пожалуй, можно отметить исполнение бюджета района за 2016 год, первые три месяца наступившего периода, о мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период 2017-2018 годов. Все же в повестке дня более 20 вопросов. По окончании заседания Думы здесь же прошел и Совет глав городских и сельских поселений района. Подробности в материале Вячеслава Селезнева. Символично, что пятое очередное заседание Думы совпало с Днем защиты детей, с чем и поздравил народных избранников, а также приглашенных в своем вступительном слове депутат Думы Евры Руслан Проводников. В кратком отчете о своей работе в законодательном органе округа депутат рассказал о круге вопросов, входящих в его компетенцию, в сегодняшнем дне планах дальнейшей деятельности в качестве народного избранника. Руслан Михайлович находит возможность общаться и с администрацией Деменовского района, и, как уже сказал, с избирателями, с жителями Березовского района, с председателем Думы. В курсе наших программ, которые реализуются на территории Березовского района, знают наши сложности. О сложностях и перспективах говорилось в вопросах об исполнении бюджета Березовского района за ушедший год, а также первых трех месяцев 2017-го. Как было отмечено, исполнение бюджета 2016 осуществлялось в сложных макроэкономических условиях, что отразилось как доходной, так и на расходной частях бюджета. Тем не менее, район продолжал принимать участие в мероприятиях по привлечению бюджетных инвестиций через реализацию 14 окружных программ. Несмотря на сложности, бюджет прошлого года завершен с положительными показателями. Говоря уже о 2017-м, то исполнение бюджета района за первые три месяца по доходам составило порядка 600 миллионов рублей. Что составило 17% от годовых плановых назначений. Для сравнения, это на 5,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2016-го. Снижение произошло за счет уменьшения налоговых и неналоговых доходов безвозмездных поступлений из других бюджетов. Не могла не заинтересовать собравшихся информация относительно работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства района в зимний период 2016-2017 годов, а также подготовки объектов на 2017-2018 годы. Как отметил начальник управления по ЖКХ администрации Березовского района Андрей Яковлев, произведен досрочный завоз горюче-смазочных материалов и твердого топлива. Для бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения на предприятиях ЖКХ организованы диспетчерские службы, сформированы и укомплектованы материально-техническими средствами аварийной бригады. Управлением по ЖКХ в период прохождения отопительного сезона осуществлялся ежедневный мониторинг функционированных систем жизнеобеспечения района. Таким образом, несмотря на суровые зимы, предприятия жилищно-коммунального хозяйства с задачей и обеспечением населения коммунальными услугами справились. Говоря же о предстоящем отопительном сезоне. В период подготовки будут проведены плановые регламентные работы основного и вспомогательного оборудования объектов коммунального комплекса в целях выявления проблемных участков инженерных сетей. Перед окончанием отопительного периода запланированы мероприятия по гидравлическому испытанию промывки магистральных сетей тепловодоснабжения, проверка работоспособности резервных источников электроснабжения. Также управляющими компаниями запланированы мероприятия по проведению работ в соответствии с требованиями по содержанию мест общего пользования многоквартирных жилых домов, подготовки данных домов к зимнему периоду. Не могли оставить без внимания народные избранники и вопрос бесперебойного межмуниципального авиационного сообщения. В настоящее время предварительная продажа билетов продлена до ноября текущего года. Напомним, что речь идет о ремонтных работах на взлетно-посадочной полосе аэропортового комплекса городского поселения Березова. Аэропорт Сургут приступил уже к его выполнению. И практически обязанность аэропорта Сургут поддерживать в исправном техническом состоянии взлетно-посадочную полосу, рулежную полосу. Задача собственника муниципального образования Березовский район это в целом гарантировать бесперебойный пассажиропоток. Мы сейчас говорим про авиацию не только в текущем году, но и в 2018-м и в долгосрочной перспективе. Какие задачи сейчас перед нами стоят? Мы не одно совещание провели рабочие в Ханты-Мансийске. Инженерный состав приезжал в Березово. Работали в том числе и по возможному пути дальнейшей эксплуатации портового хозяйства городского поселения Березово. На сегодняшний день мы видим необходимость осуществления проектных работ, в том числе геологических работ по изысканию и определению возможностей строительства углогодичной грунтовой полосы. Это один из вариантов сохранения металлической полосы как резервной. как раз на период неблагоприятных климатических условий, то есть таяние снега, больших дождей, если они будут. На наш взгляд это позволит, первое, гарантированно осуществлять авиаперевозки беспребойные, и второе, в щадящем режиме бережно относиться к металлической полосе, которая сейчас у нас работает. Это одно. Второе, продолжаем мы переговоры с департаментом государственной собственности правительства округа о передаче портового хозяйства городского поселения Игрима и Березово о ведении департамента государственной собственности. Мнение муниципалитета, все-таки это полномочия высокого уровня субъекта федерации. Все, что касается, то что я знаю, все пассажироперевозки, все портовое хозяйство находится под контролем правительства округа, губернатора округа. И не только на территории Березовского района, а я не знаю прецедентов, споя пассажиропотока, авиационного транспорта по всему портовому хозяйству в нашем округе. Основной, конечно, основной вопрос для нас, для муниципалитета, это бюджетная обеспеченность. При наличии собственных средств, средства на проектирование и на строительство должны быть очень, в моем понимании, они значительные, неподъемные для Березовского района муниципального образования. Поэтому я уверен, что в июне текущего года мы решение примем совместно с правительством, каким путем нам идти, чтобы 2018 год у нас в этом отношении был абсолютно стабильным. Помимо означенных вопросов, депутаты обсудили итоги деятельности молодежного парламента при Думе Березовского района шестого созыва за пять месяцев текущего года, а они, к слову сказать, положительно заметные. Также рассматривали вопросы об утверждении предложений о разграничении имущества района, передаваемого муниципальному собственность городского поселения Березово и ряд других моментов. В целом, те решения, которые были приняты депутатам, положительно отразятся на социально-экономическом развитии Березовского района. Следует отметить, что в этот же день в администрации района состоялся совет глав городских и сельских поселений муниципального образования. Из 11 вопросов повестки дня, пожалуй, можно отыметить взаимодействие с главами по привлечению работодателей, увеличение количества вакансий, о практике развития инициативного бюджетирования, об организации пассажирских перевозок по регулярным маршрутам в поселках Березово и Гримм, в том числе в период летних отпусков. Говоря о последних, то, как отметил глава Гриммской территории Анатолий Затирко, объем финансовых вложений в осуществление тех же автобусных перевозок гораздо выше, чем сумма, полученная с пассажиров от данных транспортных услуг. Вопрос минимизации перевозок, равно как и их приостановки на летний период, похоже, остается пока открытым. Субсидии округа огромные тратятся на Березовску авиатранспортам. Не всегда они востребованы, но тем не менее мы за это боремся. Поэтому я считаю, что позиция наша здесь будет однозначная. Мы дождемся, конечно, рассмотрения актов реагирования, но и оставляем право реагирования за собой в дальнейшем. Говоря же о результатах надзорной деятельности в сфере правотворчества органов местного самоуправления за истекший период 2017 года, то, как отметил районный прокурор, в надзорном ведомство поступило 250 проектов нормативно-правовых актов. По результатам их изучения по 19 в адрес органов местного самоуправления направлена информация о необходимости внесения изменений либо отсутствия компетенций по их принятию. Хочу сказать, что со всеми органами местного самоуправления, с главами муниципальных образований налажено должное взаимодействие, имеется понимание в части качества и своевременности взаимодействия с нами. Получается неплохо, как я уже сказал, что протестов не приносилось и в судебном порядке нормативно-правовы акты, которые являются плодом нашей совместной деятельности, не обжаловались. Также на совете обсудили порядок взаимодействия и результаты работы добровольных народных дружин, организацию отдыха, оздоровление и занятости детей Березовского района в 2017 году и так далее. Вячеслав Срезнев, Сергей Чупыр, Владимир Чернышев, АТВ Березова. В конце прошлой недели прошло очередное заседание Координационного совета представительских органов местного самоуправления муниципальных образований Березовского района Третьего созыва, в ходе которого присутствующими, а это депутаты районной думы, а также руководители различных подразделений муниципалитета рассматривался ряд вопросов от выбора заместителя и секретаря Координационного совета, организации летнего отдыха, трудоустройства детей и подростков до комплексного благоустройства, озеленения территорий городских и сельских поселений. Кроме того, присутствующие заслужили и обсудили информацию о строящихся в районе объектах и об основных изменениях в федеральном и окружном законодательствах в сфере местного самоуправления. Рекомендовали главам городских и сельских поселений района провести комплексный анализ состояния благоустройства за текущий год, а также определить перечень первоочередных мероприятий на 2017-2018 годы в срок не позднее 1 апреля следующего года. Информацию предоставить в Думу Березовского района. На своих заседаниях Координационный совет принимает решения, которые носят рекомендательный характер для представительных и исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования. Решения Координационного совета считаются принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Координационного совета. Здесь же в администрации Березовского района в режиме видеоконференции с участием всех муниципальных образований округа прошло совещание на тему изменения официального символа Югры – герба. По информации Геральтического совета при президенте Российской Федерации герб Ханты-Мансийского автономного округа геральтическую экспертизу не прошел. В государственном регистре не зарегистрирован. Причина представленный герб составлен с нарушением геральтических правил и имеет ряд символов, не соответствующих традиционной значимости. Символы нынешнего герба содержат толкования, не отвечающие статусу и достоинству округа. В связи с этим было предложено откорректировать нынешний герб с учетом всех замечаний, при этом сохранив основные элементы символа. Художники, члены Геральтического совета пояснили, каким должен быть герб округа. Было представлено несколько эскизов, обсуждение которых будет проходить на протяжении всего лета. Продолжаем наш информационный выпуск. Возвращаясь к теме праздника Дня защиты детей, 1 июня не остались в стороне и дошкольные учреждения, а именно детский сад «Кораблик». Для маленьких воспитанников было удивлением наблюдать, каких встречают не воспитатели, а любимые персонажи из мультфильмов. Они крепко жали малышам руки, провожали в группы, шутили, смеялись. Уличная территория сада была украшена разноцветными шарами, звучала музыка. А в конце дня дошколят ожидал еще один сюрприз. Праздничная программа с участием клоунов. Подводились итоги конкурса рисунков и подделок. Детский сад «Кораблик», конечно, поздравляет всех с этим замечательным праздником, Днем защиты детей. Считаю, это самый главный праздник для детских дошкольных учреждений. Мы, конечно, не остались в стороне, решили порадовать своих воспитанников сюрпризным моментом. Сегодня мы их встречаем с веселой праздничной музыкой. Встречают ростовые куклы ЧПДЛ, любимые герои детей. Цветочную оформили поляну и разноцветные шары. Детям очень понравилось. Обеспечение безопасности населения, защиты населенных пунктов в пожароопасный период. Эти и другие моменты обсуждались на профильном совещании, прошедшем в администрации Березовского района. Как было отмечено, по состоянию на 30 мая на территорию Югры зарегистрировано 11 лесных пожаров, а также 35 неконтролируемых палов сухой растительности. По условиям погоды наш регион приближается к активной фазе пожароопасного сезона. Дабы не допустить вероятные возгорания, либо минимизировать их последствия, на совещании обсудили не только пожароопасную обстановку на территории муниципального образования, довели требования законодательства Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Но и рассмотрели вопросы административно-профилактической работы по возгораниям растительности в пожароопасный период, а также организации освещения проводимых мероприятий в СМИ. По мнению собравшихся, Березовский район готов противостоять возможным огненным стихиям. Службы готовы, я еще раз повторюсь, что авиалесоохрана, десантные службы все готовы, городские и сельские поселения готовы, силы и средства, ранцевые огнетушители, минерализованные полосы, все почищено. В принципе, ряд мероприятий, которые необходимы, он проведен. Молодежный парламент при Думе Березовского района совместно с Молодой гвардией Единой России в авангарде благоустройства городского поселения, в данном случае Березово. Несмотря на относительно неблагоприятные климатические условия, запланированные работы были выполнены в полном объеме. Субботник, а именно согласно определению добровольное и бесплатное коллективное выполнение в сверхурочное время общественно-полезного трудового задания, применительно к районному центру проходил не в какой-либо иной день, а именно в субботу. Причем, это не только дань российской истории, к слову, первый субботник был в 1919 году, но и экскурс прошлой района через своего рода связь поколений. Активная молодежь проводила уборку на скважине Р-1. Молодая гвардия Единой России вышла вот именно на этот мемориал, на наведение порядка. Дай бог, чтобы все так делали, все общественные, политические движения. Следует отметить, что мероприятия принимали участие не только руководство района «Молодежь», но и представители муниципального образования, проживающие за пределами Березова. Светлана Мельченко решила совместить рабочую поездку. Накануне она отсчитывалась об итогах деятельности молодежного парламента при Думе района с общественно-полезным трудом. Я бы, наверное, уехала домой. Я же с хулем сунта. Поэтому уехала бы домой, если бы не сегодняшнее мероприятие. А так как бы осталось, решила с ребятами больше провести время. Это же все-таки наш поселок, его нужно держать в чистоте, ведь мы же в нем и живем. А жить в грязном поселке – это плохо. Подчеркну, что не есть хорошой и отдельные участки дорожного полотна городского поселения. Здесь же недалеко от места проведения субботника шли работы по капитальному строительству улицы Механическая с мостовым переходом. Инвестиционный проект финансируется в основной части из бюджета округа. Много вопросов к дорожному хозяйству нашему. Хотелось бы, конечно, сделать много и сразу. И довольно-таки трудно принять решение, где более необходимо. Буквально недавно с депутатским корпусом на прошлой неделе мы проезжали поселок и приняли, собственно, решение улицу Сенькина в текущем году в проектировании. Запроектировать ее в обязательном порядке и улицу Фокина с потенциалом, началом строительства. Цель две. Даже если одну мы улицу сделаем, это уже такая хорошая победа будет в асфальте. Что же касается субботников, то последние запланированы и на текущую неделю. Вячеслав Солезнев, Владимир Чернышев, АТВ Березово. К другим темам. В Игриме вновь состоялся фестиваль под открытым небом с говорящим названием «Шансон на полуострове Игрим». Это уже третий по счету музыкальный марафон местных талантов. Что нового придумали организаторы на этот раз, расскажет Оксана Дятлова. Если учесть, что в переводе с французского шансон означает «песня», «музыка для души», весь репертуар этого фестиваля вполне оправдывает свое название. Этот жанр имеет французские корни, однако русский шансон – это совсем другая история. Часто под шансоном имеют в виду музыку с налетом ресторанной экзотики. Однако Шарль Азнавур и Джо Досен, Акуджава и Высоцкий – это тоже шансон. Выделяют массу разных направлений, стилей, но прежде всего это музыка для души. Братья Денис и Андрей Важовы уже постоянные, можно сказать, опытные участники этого песенного марафона. Предпочитают русский рок. Послушайте. Чиж, цой. Вспомните, послушайте, порадуйтесь. Семь из этой песенки, чтобы народ все слушал, ну и возрадовался, в общем, попел с нами тоже. Да, 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 да. ПЕСНЯ 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 Напомню, что идея фестиваля «Шансон» родилась два года назад в результате творческого тандема «Дома культуры» и «Радиоигрим». Кстати, местная радиостанция в этом году отмечает свой первый маленький юбилей. Пятилетие со дня первого выхода в эфир на радиочастотах, ставших брендом 102 и 2. Организаторы фестиваля также решились наравне с участниками выйти на сцену, чтобы порадовать своих слушателей не только в эфире, но и вживую. ПЕСНЯ 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 У нас в этом году приняли участие четыре новых исполнителя с поселка Игрим. Приехали гости из поселка Вэкзитур, будут выступать. В этом году мы сделали маленькое развлечение для детей, поставили батут бесплатно для наших ребятишек и благодаря нашим предпринимателям, помощи неравнодушных людей, сладкую вату, каждому в руки, шарик малышу и сладкую вату. Продолжение следует... После долгой зимы это отличная возможность собраться всем вместе, послушать песни в живом исполнении своих друзей и знакомых, насладиться теплой дружеской атмосферой и неформальным общением. Классно! Ну второй год уже, я уже второй год приезжаю, попадаю сюда просто на фестиваль, мне нравится. Позелка Приобе, она у нас вообще постоянная, уже клиент у нас! В прошлом году опоздала, как бы была разочарована, в том году была и в этом году прям, у меня даже вот детка сохранилась с того года еще. Нет, я очень рада, что у нас есть такое мероприятие. И вообще уже давно пора расширять, по-моему, дружной надо делать фестиваль. У нас сегодня поступили предложения, что почему мы не засыпаем в Триобья, там шансонье есть хорошее. Ну поэтому это у нас образ, у нас смотрят вот он по телевизору. И все говорят, даже у нас отряды говорят, почему вот нет у нас такого, да, например, это мы и рады. У нас надо расширять. Это кайф! Желающих выйти на небольшую сцену, чтобы спеть свои любимые песни, стало еще больше. Более трех десятков исполнителей и около полусотни песен с самых разных направлений и стилей прозвучало в этот раз. Состоялось несколько дебютов. Надо сказать, этот фестиваль объединяет людей самых разных профессий, возрастов и социальных статусов. Как выяснилось, очень талантливо поют медики, учителя, офисные работники, служащие и люди рабочих профессий. И мне цены в охоте на медведей, любая им задача по плечу. И если в гости сибиряк приедет, я расставаться с ним не захочу. Пусть шумит зеленая тайга, за окошком минус двадцать девять, но тепло в руках сибиряка. Он меня своей любовью греет, пусть сугробы выше облаков. Не соль ростут ночи до рассвета, крепче нет сибирских мужиков. И надежны, и вернее нет. Мои печали и обиды разными словами не расскажешь. Если я на ветке позабыта, значит не нужна. Горько плачет ива по надречке, на небо не смотрит, как бывало. Больше не приходит мой любимый, я теперь одна. Вот и не стучит мое сердечко, вот и было счастье, да не стало. Просто раньше я была любимой, а теперь она. Давай поговорим и вспомним обо всем, Что было так давно, чего уже не будет. Я чушь тебе милю, а думаю о нас. И вроде не смотрю, а все равно все вижу, Как смотришь ты за мной. Порадовали своим присутствием и высокие гости из районного центра. Заместитель главы района Ирина Чечеткина говорит, что много слышала об этом необычном фестивале и теперь очень рада увидеть это событие вживую и ощутить эту неповторимую творческую атмосферу на себе. Все нравится. Почему? Потому что, во-первых, место, мне кажется, выбрано удачно. Здесь и природа, и река рядом, и как-то так это сегодня погода прям располагает. Тучи наконец-то разошлись. Видимо, от хорошего настроения и гримчан, от желания, чтобы наконец-то пришло лето, все так сегодня удачно складывается. Поэтому и грим всегда впереди. Вы позитивны, вы молодцы. И вот это настроение передается всем. Оксана Дятлова, Дмитрий Нетин, авторское телевидение «Березово» и грим. Первая половина июня как никогда планируется быть насыщена для правоохранительных органов Березовского района. Предстоящие выпускные в школах, а также празднования 12 июня Дня России для сотрудников полиции пройдут в усиленном варианте несения службы. В связи с этим нами будут предприняты определенные меры. Разработан соответствующий план мероприятий. Все это проводится для того, чтобы все эти мероприятия прошли на высоком уровне, чтобы не произошло никаких чрезвычайных происшествий. Чтобы, скажем так, граждане нашего района, жители остались довольны. Я попрошу соблюдать общественный порядок, не допускать нарушений каких-либо. Я думаю, взаимопонимание в этой части тогда у нас будет. К новостям спорта. Второй год подряд команда футбольного клуба «Чикаловский» из Екатеринбурга становится победителем престижного турнира по мини-футболу среди детских команд имени Владимира Мальцева, который традиционно проходит в игриме. На этот раз приняло участие четыре команды из игрима Березовой, Екатеринбурга и Нягани. На праздники футбола побывала и наша съемочная группа. И сегодня вновь, дорогие друзья, гостифритный и греческий спортивно-оздоровительный комплекс станет сегодня центром острейших спортивных батарей среди сильнейших спортсменов Березовского района, города Няган и гостей из Екатеринбурга в открытом турнире по мини-футболу среди детских команд имени нашего земляка Владимира Николаевича Мальцева. История турнира началась в 2011 году. Сначала это были поселковые соревнования, затем перешли на районный уровень, а теперь турнир получил официальный статус окружного, включен в календарный план окружных спортивных мероприятий. В прошлом году его посетил президент Федерации футбола Югры Сергей Власов. Статус турнира растет, с чем и поздравил юных футболистов глава Березовского района Владимир Фомин. Также он подчеркнул значимость этих соревнований, посвященных памяти Владимира Мальцева. Начинается с большого буквы. Это мой близкий товарищ, с которым мы познакомились еще в игре. И помню, как он пришел руководить Березовский район, помню, какой порядок был на его предприятии Игорь Бридж-Странс, когда он его возглавлял. Человек широчайший души, очень ответственный, очень переживающий за свой родной поселок, за Березовский район. Человек спорта, человек дела. Это действительно человек с большой буквы. Я считаю его своим учителем. И когда действительно наступают в работе такие времена, когда трудно, я для себя прикидываю и думаю, что бы сделал Владимир Николаевич в этой ситуации. Это действительно мне очень сильно помогает. В этот день прозвучало еще много слов благодарности Владимиру Николаевичу Мальцеву, который возглавлял Березовский район с 2005 по 2008 годы. Он остался в памяти коллег не только как талантливый руководитель, но и серьезный спортивный соперник. Несколько лет Владимир Мальцев был капитаном футбольной команды ветеранов Березовского района и принимал участие в окружном турнире на Кубок губернатора Югры. Также он заложил много славных спортивных традиций, которые живут до сих пор. Это популярная у игримчан спартакиада трудовых коллективов и многое другое. Спортивный праздник посетил и сыну Владимира Николаевича Евгений Мальцев. Этот спортивный праздник состоялся благодаря мощной спонсорской поддержке многих частных предпринимателей игрима, руководителей предприятий и всех, кто лично знал Владимира Мальцева и чтит память о нем. Соревнования продолжались два дня. На этот раз встретились команды абсолютно разного уровня, от начинающих и до призеров первенства России. Но первые же игры показали упорную бескомпромиссную борьбу, никто не собирался сдаваться без боя. В итоге команда школы Олимпийского резерва имени Орловского из города Нягань показала четвертый результат. Третью ступень пьедестала заняли игроки из райцентра, второе место досталось игримским футболистам, а победителем турнира стали гости из Екатеринбурга. Второй раз, да, мы приехали, в том году мы стали чемпионами, а так как кубок переходящий, чемпионы были должны приехать обязательно, поэтому мы здесь, ну и опять доказали, что опять мы лучшие, вот и придется в третий раз ехать. Не придется, мы очень рады, как бы очень хороший уровень организации, очень нравится, как встречают, все условия создают, то есть мы рады посещать этот турнир и будем приезжать. Все довольны, то есть все под впечатлениями, у меня эмоции переполняют, потому что как бы выиграть это одно, а удержать этот кубок, доказать, что мы опять лучше, это намного сложнее. И действительно, победа екатеринбуржцам далась нелегко. Основное время матча они проигрывали игримчанам со счетом 4-3, но затем смогли собраться, выполнить установку тренера и завершили финальную игру со счетом 6-4, став таким образом обладателями кубка второй год подряд. Впечатления, надо полагать, у гостей остались самые замечательные. Очень хорошее, потому что мы выиграли за 2007 год, потому что я 2008 года. Как ты думаешь, а что вам в вашей команде всем вместе помогло выиграть? Это же не просто было, да? Мы прошли трудную дорогу, мы играли сообща, мы всегда договаривались, как будем играть. То, что забивали хорошие головы, иногда проигрывали, но сразу же отыгрывались. Вот так же было и в финале, ну в последней игре. Проигрывали 3-4, но потом выиграли 6-4. Поэтому я очень рад этому. Организаторы надеются, что турнир превратится в более массовое состязание и станет хорошим трамплином для спортивной карьеры юных футболистов. Ведь, как известно, дорога в большой спорт начинается в детстве. Действительно, среди тех ребят, которые сегодня здесь соревнуются, уверен, что будут те чемпионы в будущем, которые скажут, что получили свою путевку в жизни, но мы были на этом турнире. Действительно, поселок Игрим знают в спортивном сообществе автономного обруга. Это пловцы, это боксеры, это хоккеисты, это ребята, которые занимаются мини-футболом. У Игрима очень хороший потенциал спортивный. И я уверен, что будут появляться новые звезды, которые будут прославлять поселок Игрим. Оксана Дятлова, Дмитрий Нитин, авторское телевидение «Березово» Игрим. В заключении выпуска следующая информация. 8 июня 18.00 в администрации района по адресу Березово, улица Астраханцева, 54, в зале заседаний на четвертом этаже состоится общественное обсуждение по двум вопросам. Разграничение зон открытия весенней охоты по естественным линейным ориентирам. И обращение общины коренных малочисленных народов Севера Нерхул о переводе «Обществедоступных охотничьих угодий в промысловое». Это все, о чем мы вам хотели сегодня рассказать. Если вы что-то пропустили в любое время, все наши программы теперь можно посмотреть и в социальных сетях. Группа АТВ «Березово» всегда ВКонтакте. В студии для вас работала Ангелина Губайдулина. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»